За чистый Краснодар сотни горожан поддержали экологическую акцию «Наведем порядок». Активисты, вооружившись вениками, граблями и лопатами, очистили от мусора 12 зеленых зон. За несколько часов волонтерам удалось собрать десятки мешков. Они работали в парках и скверах, вышли на берег реки Кубань. Арина Сорокина о выходных, проведенных с пользой. Мы люди, любители добрых дел. Хотелось помочь городу убраться, сделать город чистым. Мы подметали асфальт, убирали ветки, орехи гнилые, разные палочки. Можно и чаще организовывать субботники, потому что многие люди не любят убираться. Мы, как волонтеры, помогаем городу, помогаем людям. Дело, которое объединило поколение, это уборка. 900 краснодарцев в воскресенье предпочли сладкой дреме и неспешному завтраку активный отдых. Снежная зима подарила не только приятные эмоции, но и показала, кто где мусорил. Осадки сошли, и настало время взять в руки не стакан кофе, а веник. Я вообще-то люблю общественные работы, мне это очень нравится, люблю помогать. Мы успели собрать ветки, белкам еду оставили. На каждом участке были организаторы, которые выдавали добровольцам инвентарь. С собой краснодарцы принесли только перчатки и мусорные мешки. Волонтеры рассказали, что такой активный отдых не только приносит пользу городу, но и поднимает настроение. Да и цель перед ними стоит глобальная. Чистота города, чистота земли – это важно не только для нас, скажем, возрастного поколения, но и для будущего нашей страны, для молодежи. У меня внучка. Конечно, мы хотим жить на чистой планете. Что нужно для хорошего отдыха? Свежий воздух и приятная компания. Как ни странно, но все это может предложить и эко-акция. Это весело, это хорошо. Это вот, знаете, даже вот душа совсем по-другому себя чувствуешь. Вот моложе себя чувствуешь, нужнее себя в этой жизни чувствуешь. Что ты нужен, что ты должен своей родине помочь. Да, ну, во-первых, естественно, сделать что-то полезное. Ну и самим выйти на улицу тоже будет неплохо. Подышать свежим воздухом? Да, подышать свежим воздухом, да, пообщаться может. Субботники эко-акции в городе стали традиционными. Приводят в порядке не только парки и зеленые зоны. Некоторые начинают с малого, занимаются уборкой собственных дворов. Алина Сорокина, Николай Сезоненко, Кубань, 24, Краснодар.